всем привет в самом начале ролика хочу всех женщин поздравить с 8 марта вот такое резкое поздравление и сразу перейдем к цветому к ножам здесь у меня рукоятки от benchmade reptilian наконец-таки я закончил их и готов представить вашему вниманию на ваш народный суд скажем так готовую продукцию вот видеоролик и разобью на две части в первое просто покажу рукоятки особо разговаривать рассказывать наверное не буду вот готовую продукцию то есть а во второй части уже расскажу почему что да как как это все рождалось и почему так долго я короче говоря буду отмазываться вот что я так долго тянул и почему так долго показав первый раз не выпускал свет вот рукоятки значит у меня сейчас готова уже в трех цветовых решениях это у нас g10 синий черно-оранжевый есть также можно заказать другие цвета но пока я вот сделал такие три вида три цвета вот и у меня это оба ножа мои вот и они оба с разными клинками вот здесь у нас танто и классический вид вот начну с классики и соответственно синего цвета и первое на что хотелось бы обратить внимание на то как щелкать начал нож звук такое без эхо уже шлипок как будто пощечина звучит прикольно и нож как бы стал монолитные то есть чувствуется как этот нож летит как он ударяется опорный штифт упорный штифт ну ладно вот с макро посмотрим сближены вот так вот выглядит на жизнь у меня неравномерная фаска то есть это дизайнерская которая придает этому ножу какой-то другой вид то есть ну дизайн на мой взгляд интересную внешность под пальцевая выемка с двух сторон что можно было открывать и правше и левше но клипса у меня здесь только с одной стороны вот и если кто-то хочет с другой стороны можно позвонить и как бы сделать индивидуальный заказ можно без проблем сделать с левой стороны клиночек по центру но хочу обратить внимание что это дело как говорится зависит больше от механики рукоятки производится на чпу и отклонение у меня даже 0,1 миллиметра в принципе не бывает может 0,5 0,3 0,7 вот это как бы стараюсь выводить по нулям все вот вариантов было много кто следит за моим инстаграмм они видели разные виды то есть разные винты и разные болты количество расположения винту они постоянно колебались менялись и в итоге на финишном я решил сделать вот такой вот бэкспейсер на двух винтах вот винты белые несят полировать заводские которые идут черные то это все дело как говорится будет смотреться достаточно симпотно вот но если оставить черными может быть конечно будет выбиваться из общего вида но как говорится на вкус хозяина клинок утопает где-то наверно пару миллиметров изнутри длина клинка вот осталось у нас тоже наверно миллиметров пять до края ну то есть максимум выжал все соки из рукоятки все это дело подогнал насколько это возможно из-за этого я так долго работал вот так с отодвинем перейдем к черным почему мы переходим к черным дизайн здесь принципе такой же но на черном цвете может быть лучше видны тени перепады лучше разглядеть фаска какие-то косички то что здесь может всплыть что вы могли задать вопрос как бы обратить муж мое внимание чтобы вы видели что вы получите если вы решите приобрести эти накладки вот цены будут указаны на сайте здесь у меня уже нужно вы клипса соответственно новые винты новые и за это они такие черные здесь у нас клиночек там то и там то у нас садится центровка у нас принципе по центру чуть-чуть есть смещение небольшое вот утопание принципе такое же так что я могу однозначно сказать что данные рукоятки подходят и для танта то есть специально затачивал вот я себя не взял там так как говорится и обниму заточив накладки под это они уже сюда не подошли бы потому что был такой момент что мне пришлось кое-что откорректировать и для танта тоже так что теперь они подходят на оба ножа также на подходе у меня дугритер и мы проверим как этот нож будет подходить на дугритер может быть еще раз подкорректируем ладонью но мне средняя ладой может чуть больше средней не знаю как показать на бараже покажу бараш нож все знают вот тоже кстати мои рукоятки черно-красный правда g10 такой своеобразный видео не снимал может быть попозже сниму и по баражу вот так вот выглядит моя рука если держать бараш и соответственно вот так вот рукоятка утопает принципе полностью но ничего как говорится не мешает не выпирает накладки вот верни зубчики постарался утопить как можно глубже но в то же время они ощущаются удержание как бы есть то есть чувствуется вот и снизу тоже но не так агрессивно выпирает но стало приятнее чем на заводских вот так вот мешает только клипса в принципе в основном все удобно под палец ложится все комфортно все четко вот из-за этого так долго я тянул потому что много раз приходилось переделывать пить доделывать как кажется дома доводить нож летает вот и вот еще оранжевый цвет как он будет выглядеть можно посмотреть но здесь у меня чуть грязь то есть это если как бы с работы взял еще не мог перед отправка это все дело будет мыться g10 моется очень хорошо он становится абсолютно новым потом можно смазать маслом вот и он будет выглядеть как новый материал очень хороший комплектоваться значит будет вот таким вот образом то есть клиент получает вот так вот все это дело уже с бэкспейсером с винтами с винтами под клипсу вот и вы перекидываете свой нож и теперь сразу перейду к слабым местам скажем так слабо места у меня в ноже естественно имеются его гонял тестировал то есть это не просто сырой продукт который я штампанул и решил там заработать я долго работал над ними на дизайнами на механической частью над эргономикой хочу сказать что по толщине они не больше может быть кажется что больше но они не больше то есть я не вышел за рамки где-то я украл то есть сэкономил сделал рукоятки более такие тонкие вот они стали тонкие но не сильно тонкие то есть ну как говорится весь мой опыт ножи коллекционирование эксплуатации ножей я вложил сюда вот и рукоятка полностью заполняет ладони я думаю в работе будет очень удобно очень комфортно ничего не колить ничего не режет вот и про слабые места я хочу сказать что здесь значит внутренней части покажу я значу рукоятки вот они в разобранном состоянии это у нас оранжевые вот здесь тоже есть такие надписи они будут на уже на всех рукоятках и я не знаю здесь как на камеру будет видно вот надеюсь видно будет здесь свет подпадать не знаю то есть написано модель дизайн то есть я дизайна написал свое имя значит соответственно да естественно модель называется у нас арт гриб вот и здесь написано first product то есть это первая продукция первая партия это не просто такая фишка то есть не просто надпись которая как бы дай моде там типа ножи с этой надписью не будет подпадать под мою гарантию потому что первые модели они чреваты тем что могут где-то какие-то косяки вылезти еще какие-то нюансы то есть и все эти косички можно будет со мной обсудить связаться со мной и что-то где-то отправить рукоятки обратно я могу откорректировать основная проблема которую я вижу в этих накладках это вот эти вот бронзовые втулочки эти бронзовые втулки куплены в китае какие эти винты но винты нержавейка все как положено то есть они мне нравятся и выбирал очень долго из этого большее время не потратил на винты то есть мне приходилось покупать я поменял где-то 67 видов винтов разных пока не пришел к тем винтом которые мне полностью устраивают сейчас они стоят здесь они меня полностью устраивают осталось вот эти бронзовые втулочки в будущем я буду модернизировать опять эти накладки дизайн скорее все останется таким же но может быть появится со шпон очками может быть втулки будут другие может быть ну то есть как бы механическую часть своих рукояток я буду улучшать не ухудшать и улучшать всегда вот и вот эти втулки как бы мне удавалось срывать резьбу то есть я как бы от души вкладывался и рвал резьбу то есть саморез остался целый шляпку не как говорится этот торкс шляпку не разрывала то есть не сбивала зубчики на шляпке а вот винты как говорится умирали из-за этого все накладки которые идут с надписью first run то есть первые запуска если вы сорвали резьбу где-то там перетрудились я поменяю вам все эти втулочки и вот из-за этого здесь написано 1 как говорится запуск first run то есть вы можете не переживать если вы что-то там где-то покоцали починим если надо будет отправить ко мне накладки отправляйте за свой счет я вам высылаю в обратку за свой счет вот такой момент есть втулки опять-таки я подбираю заказу выбираю где-то с компаниями стыкуясь уже напрямую заводами производителями саморезов винта вот этих и в дальнейшем планирую винты тоже довести дома и надеюсь будет так что вы не сможете при желании их срывать что такой-то момент есть но сейчас винты сидят очень жестко но у меня дури много я могу и 12 винты и как говорится этот суппорта ступицы на машинах тоже ломаю срываю как бы я не знаю мне дури немало и из-за этого здесь я тоже срывал все равно с любым ножом надо быть аккуратнее точно также срывал винты и на баражах правда резервал резьбу на винтах и на zero tolerance титана резьбу срывал и за это я вот обращаю сразу внимание на мою слабую часть слабо честно моих ножах только вот это в остальном все четко все четко все довел дома насколько это возможно вот первая часть конечно затянулась надеюсь показал рассказал все что мог а теперь во второй части я чуть расскажу и покажу по дизайну то есть как это все появлялось вот кто уже насытился этим видеороликом может отключаться кому интересно что да как как там появлялось в двух словах и это расскажу дальше такс ну по винтами уже по ходу первой части рассказал что это менял 6 7 винтов в менялся постоянно дизайн расположение винтов размеры эти все моменты то есть все это время я не сидел именно работал над этими накладками неожиданно оказалось что накладки делать не просто я был загнан в рамки имеющимися имеющимся ножом то есть вот этот вот лайнер это все то есть я пляшу и скачу под готовый нож то есть я ограниченный дизайн я не могу я себе делал нож с нуля конечно сделал бы много чего по другому здесь я уже загну в рамки и из этих рамок я должен был выжать максимум сока вот и это мне удалось это конечно заняло больше времени чем я рассчитывал ну хороший качественный продукт он не может родиться быстро вот и это сегодня я считаю что я не закончила буду дорабатывать дальше работать все это делать доводить дома вот значит последний дизайн был здесь даже пишется на моих пробных вариантах я писал прототип всегда это тоже не дань моде а именно тот момент что я это все дело как говорится испытываю сравниваю это тоже готовый продукт он может одеться на нож но я планировал продавать этот нож вернее эти рукоятки то есть вот он как бы дизайн но в итоге оказалось здесь тоже моменты основной как бы момент который мне не понравился это то что подпальцевая выемка оказалась слишком большой то есть здесь мы кололись упирались в этот момент вот и готов продукт оказался еще не готовым вот если посмотреть и сравнить эти два ножа вот видно что подпальцевая выемка тоже была изменена и если на свету видно здесь рисунок то есть как бы у меня как на фикситах идет бугор под ладонь потом углубление потом опять бугор здесь я решил полностью выровнять да будто пить этот винт то есть таких мясо очень много вот и до того как я дошел до этого прототипа это кстати тоже прототип черные будут на продажу производится вот эти модели они уже на продажу готовы черные еще сделаю партию и тоже пущу на продажу часть уже предзаказы то есть уже небольшая партия купленные соответственно опять надо делать и значит перед тем как я дошел до вот это вот предпоследнего дизайна то есть готовой продукции но и было потрачено вот таких вот заготовок три коробки я не стал все тащить сюда показывать как бы то есть вот таких вот изделий подгонка клипс то есть у меня был в планах и самостоятельно клипсу разработать же 10 но в итоге получилось так что клипса недостаточно такая надежная крепко все-таки встали пожестче а утолщать клипсу не хотелось и это все моменты как говорится диктовали свои условия вот потом все делалось на композите это советские советскими карта называется текстолит либо нет очень вонючая вещь вот то есть постоянно как говорится работать приходилось потрачено много времени много ресурса и родился вот такой продукт вот ну наверно на этом все понравилось ставьте лайки оставляйте комменты кто не подписан подписывайтесь это не первая не последняя моя работа в моих работах я хочу обратить внимание что я не делаю как бы такие штучные быстрые работы но я планировал как бы думал все пойдет быстро но оказывается дизайн он требует вложений как быть требует траты времени и ресурсов и вот я буду делать периодически следующем не милитари значит эндуро есть и все это дело я подгоняю просто выжимая все соки с качества насколько это возможно сделать качественно по крайней мере мой опыт насколько позволяет мне это делать дальше мне будет и милитари я буду стараться ножей как бы не повторять заводской контур как бы заводскую рукоятку как я сделал это например здесь я буду стараться изменить дизайн вот здесь конечно на цветном не очень видно но здесь тоже за счет фасок за счет всего остального дизайн сильно изменился он не может не похож на бараш и удержание в руках абсолютно другое этот нож я могу сказать намного лучше чем заводской сидит руки вот эти моменты учитывая за этого работа чуть идет дольше все это дело требует тестов экспериментов производства пробных вариантов пробные варианты g10 мы знаем не не дешевая вещь а мной тратится немало материалов просто чтоб потестировать проверить что получилось вот и из-за этого все это дело так долго ну следите за каналом я хочу сказать что будут другие работы надеюсь будут такие же интересные красивые вот и приобретайте кому нравится но же реально изменился стал лучше вот такие вот дела ну все еще раз ссори что так затянулась история с этим ножом с этой моделью всем спасибо за просмотр надеюсь не сильно замучила вас всем удачи всем пока